Динара Саду Динара Саду Динара Саду Казахстанцам выплатили пенсии на сумму более полутора триллионов тенге. С января из республиканского бюджета на базовую пенсию направили почти 74 миллиарда тенге, а на солидарную – более 169 миллиардов. Напомню, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе. Казахстан обновил рекорды по доходам от экспорта и затратам на импорт. В начале лета страна продала товаров более чем на 8 миллиардов долларов. По сравнению с показателями за июнь прошлого года, рост превысил 45%. Об этом сообщили аналитики Первого кредитного бюро. Свыше половины всей суммы пришлось на нефтяную отрасль. Здесь прибыль составила 4 миллиарда 770 миллионов долларов. Поставки черного золота увеличили в Италию, Корею, Францию и Великобританию. В то же время сократился экспорт в Грецию и Нидерланды. В Хорватию полностью прекратился. Аналитики также наблюдают и рост доходов от продаж химической продукции, угля, металлов. Что касается импорта, за месяц затраты подскочили на 10,5%. Товаров из-за рубежа в июле Казахстан приобрел более чем на 4 миллиарда 300 миллионов долларов. Рост произошел по многим категориям. Только телефонов и коммуникационного оборудования страна закупила на 99 миллионов. Плюс 43% за месяц. Второй экономический форум ШОС стартует сегодня в Ташкенте. Он продлится до 17 августа. Стран-организация обсудит цифровую экономику, внедрение зеленых технологий, а также сотрудничество региона по различным направлениям. В работе форума примут участие руководители госорганов, отвечающих за внешнеэкономическую деятельность. В рамках этого мероприятия развернет работу ярмарка промышленных инноваций стран ШОС. Экономический форум проводится в рамках председательства Узбекистана в организации по инициативе президента страны Шавката Мерзиева. Новый налог на газ в Германии может стоить домохозяйством до 1000 евро в год. Министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек высказался в защиту новой газовой наценки для конечных потребителей. По его мнению, речь идет о справедливом, понятном и очень прозрачном шаге. И без данной меры по защите газоснабжающих компаний наступил бы коллапс энергетического рынка ФРГ. Напомню, ранее власти Германии разрешили энергокомпаниям взимать с потребителей за поставку газа дополнительную плату сверхоговоренных в действующих контрактах тарифов. Это позволит компенсировать расходы энергетических компаний, вынужденным закупать на мировых рынках дорогой газ после сокращения поставок голубого топлива по Северному потоку-1. Это справедливый, понятный и, в конце концов, очень прозрачный шаг. Так мы сможем распределить те дополнительные расходы, с которыми мы сталкиваемся среди потребителей. Альтернатива, которую мы выбрали сегодня, лучше даже несмотря на то, что она влечет за собой серьезные нагрузки. Число погибших при взрыве торгового центра в Ереване возросло до 16 человек. Обновленную информацию дал МЧС Армении на своем сайте. По меньшей мере, 18 числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Их ведут свыше 170 человек. Напомню, взрыв в здании прогремел накануне. Причина – возгорание на складе пиротехники, повлекшее за собой сильный пожар. Больше 60 человек получили травмы. 12 из них продолжают получать лечение. Великобритании одобрили для применения первую в мире бивалентную бустерную вакцину, защищающую против штамма коронавируса «Омикрон». Препарат, разработанный компанией «Модерна», также защищает организмы от первоначального вируса COVID-19. Сообщается, что половина дозы вакцины нацелена на исходный штамм вируса, а другая – на «Омикрон». Препарат также можно использовать для ревакцинации. Клинические испытания показали, что бустерная доза создает в организме сильный иммунный ответ, который защищает и от нескольких подвидов «Омикрона». Об эпид-ситуации в Казахстане пятый день подряд снижается. Число новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 789 человек. Двумя днями ранее инфицированных было почти на 150 человек больше. В антилидерах по-прежнему остается столица. Больше 170 ПЦР-тестов показали положительный результат. Следом идут Карагандинская, Ахмолинская область, а также Алматы. Меньше всего в Туркестанской, там один заболевший. 12 домов культуры строят в Джамбылской области. Из них половину сдадут в эксплуатацию до конца этого года. Остальные объекты, переходящие. Один из домов культуры на 180 мест по программе «Аул Ельвесага» возвели в селе Динмухамеда Кунаева Шутского района. Строительство ввели с июля прошлого года. Объекты уже на стадии завершения, сейчас ведут отделочные работы. Кроме просторного актового зала, там откроют библиотеку, танцевальный зал и около шести детских кружков. Открытие дома культуры запланировали на конец этого месяца. События приурочили к 110-летию Динмухамеда Кунаева. Здесь не было Дома культуры. Мы все в мероприятии, собрания проводили среднюю школу имени Тулеби, раньше Тулеби, Часко-Найвана. Бюджетный день Республиканский, областный и местный бюджетный день. Здесь были общая сумма 352 миллиона тенге. Благоустраиваем, дерево сажаем, цветы сажаем, как говорится, поливаем и чистоту наводим. И на этом пока все. До встречи.